Библейский портал экзегет.ру представляет Здравствуйте! Это видео для библейского портала экзегет.ру. И, продолжая разговор о книге «Экклезиаста», обратимся сейчас к седьмой главе этой книги. В седьмой главе несколько меняется в каком-то смысле литературная форма, к которой обращается «Экклезиаст», и мы видим здесь в начале этой главы стихотворный текст, состоящий из целой череды кратких афоризмов, построенных по обычным меркам настоящей библейской поэзии. И дальше тоже ряд афоризмов весьма кратких, поэтому при сравнении с предыдущей частью книги эта разница, вообще говоря, не может не броситься в глаза. Но при всём том, различие литературной формы, смысл того, о чём говорит «Экклезиаст», что он видит в своём исследовании мира, человека и человеческой жизни, в общем, он продолжает тот же самый ряд мыслей. И снова он говорит о том, что по-настоящему значимым, осмысленным, не суетным, весьма мало что может быть названо в человеческой жизни. Но вот, начиная с седьмой главы, он скорее предлагает читателю советы о том, как можно было бы, с его точки зрения, хотя бы не слишком впадать, не слишком утопать в этой суетности. И вот он говорит «Доброе имя лучше дорогой масти, и день смерти лучше дня рождения». Ну, конечно, трудно согласиться с ним, что день смерти лучше дня рождения, хотя тоже трудность этих слов «Экклезиаста» заставляет нас попытаться подумать, как он видит человеческую жизнь. Почему для него день, когда всё закончилось, лучше дня, когда всё начинается? Потому что, посмотрите, ведь «Экклезиаст» много раз уже говорил о том, что страдания и бессмыслица в человеческой жизни он видит много, а радости настоящего, подлинного и прочного мало или совсем нисколько. И поэтому для него смерть в первую очередь окончание страдания, окончание вот этой погони за ветром. Для него это не расставание с чем-то прекрасным, как мы часто нам кажется, что наша жизнь – это такое весёлое развлечение, расставаться с которым жалко. А для «Экклезиаста» это путь страданий, в котором как бы что бы ты ни делал, как бы ты ни трудился, и как бы тебе даже не казалось, что вот всё получается хорошо, всё оказывается пустотой, всё оказывается в погоне за ветром. Поэтому вот для него день смерти лучше дня рождения, вот этим лучше дня рождения. Ну и, конечно, как типичный представитель мудрых Израиля, он говорит о том, что при всём том не впадать в грех, впротивление правде божьей на этом пути от рождения до смерти тоже важно, поэтому вот доброе имя лучше дорогой масти. И ещё он говорит о том, что для него, в отличие может быть от современной культуры, нравственный выбор, нравственное состояние человека, да, и то, что он называет мудростью, вещи очень тесно связанные. Рациональность и этика для «Экклезиаста» в сущности две стороны одной медали. А в сегодняшней человеческой культуре кажется, что это не так, хотя я всё же думаю, что «Экклезиаст» ближе к правде. И ещё несколько здесь мы видим таких, в каком-то смысле частных, но тоже очень важных замечаний, на которые не вредно нам обратить внимание. Например, вот он говорит, «Не будь духом твоим поспешен на гнев, потому что гнев гнездится в сердце глупых». И тоже посмотрите, как этот человек видит мир других людей, когда он говорит о том, что на самом деле гнев – это отсутствие мудрости, отсутствие способности видеть глубже поверхности, видеть там правду Божью, отсутствие способности быть великодушным. Много что можно было бы про это сказать. Каждому, может быть, имеет смысл самому подумать над этими словами. И ещё, тоже очень серьёзная вещь, о которой, ну, просто ради краткости времени, буквально в двух словах я хотел бы сказать, дальше он говорит вот что. «Не говори, от чего это прежние дни были лучше нынешних, потому что не от мудрости ты спрашиваешь об этом». Переводя ту же мысль в менее поэтичную форму, мы увидим с вами, что экклезиаст говорит, «Не надо восхищаться тем, как было хорошо раньше, потому что это глупо. Это глупо, когда кажется, что прежние дни были лучше нынешних. Это не есть проявление понимания сути вещей, говорит он. Это не от мудрости ты об этом спрашиваешь. Более того, он говорит о том, что в сущности вообще невозможно это сравнивать. Кстати, вспомним, что в начале книги экклезиаст вообще предлагает нам увидеть всю историю мира как такую череду повторяющихся друг за другом по кругу движущихся событий, поэтому в сущности говорит он всё одно и то же. Ну вот не надо, говорит он, обоготворять, идеализировать прошлое. Оно не лучше и не хуже. Согласитесь, что, ну, по крайней мере, в сегодняшнем нашем практическом контексте мы очень часто пытаемся не только восхищаться прошлым, которое, в общем, конечно, часто заканчивалось трагически, но и пытаться имитировать его, вместо того, чтобы двигаться вперёд, мы часто пытаемся вернуться в прошлое. И тоже, мне кажется, экклезиаст сказал бы, что не от мудрости ты думаешь об этом. И ещё, заканчивая вот эту первую поэтическую часть главы, он говорит о том, что, во-первых, превосходство знания в том, что мудрость, понимание Божьего порядка вещей, Божьей правды, того, как Божий мир устроен, даёт жизнь владеющему ею этой мудростью. Причём это не жизнь, которая была бы такой вещью в себе, а возможность увидеть реальность перед лицом Божьим. Это чрезвычайно серьёзная вещь. И в конце, в 14 стихе, в конце этой первой части главы, экклезиаст говорит, по-видимому, почти не поддающуюся однозначному переводу на русский язык фразу, он говорит о благе и несчастье, что то и другое соделал Бог для того, чтобы человек ничего не мог сказать против него. Ну, вообще говоря, вот в синодальном переводе совершенно неудобь вразумительное выражение, и, повторяю, современные переводы ничуть не яснее. Можно только пытаться с большой неуверенностью реконструировать мысль экклезиаста, помня о том, что это всё-таки вот такое немножко хождение по водам. По-видимому, он пытается донести до своего читателя... Ну, он же не знал, что его потом будут переводить на русский. Да, так он, может быть, постарался выразиться яснее. Но вот до своего читателя он пытается донести мысль о том, что всё, что происходит в этой жизни, так или иначе происходит перед взглядом Бога. Вообще, для литературы мудрых, как, кстати, и для большей части в целом библейских книг, но для мудрых особенно, характерно представление о том, что Бог в сущности является единственным самостоятельным и свободным действующим лицом мировой истории, поэтому, там, как, например, друзья Иова часто говорят Иову, что, ну вот, всё от Бога и доброе и злое. Строго говоря, если мы внимательно читаем Евангелие, то мы видим, что это с точки зрения Господа Иисуса вовсе не так. И, кстати, с точки зрения экклезиаста тоже мы сейчас чуть дальше увидим, это в конце седьмой главы. Но здесь в середине он говорит о том, что, ну да, всё делается Богом, и человек участник этих событий, который вряд ли может самостоятельно перекраивать на свой лад ту историю и то мироздание, в котором Бог поселил его. Может быть, экклезиаст здесь выражает как раз общую точку зрения той культуры, к которой он принадлежит, а чуть дальше открывается нам и другой ему, может быть, ему лично, ему самому принадлежащий взгляд на вещи. Во второй половине главы снова продолжают он такие советы мудреца, которые и по содержанию, и по литературной форме очень напоминают и книги «Премудрости», и книгу «Притчей», вот, но с таким характерным для экклезиастов взглядом. Вот он говорит, «Праведник гибнет в праведности своей, нечестивый живёт долго, и это суета». И это суета. Говорит ещё одну очень важную мысль, с этим связанную, но совершенно по-другому повёрнутую. На самом деле, с его точки зрения, нет человека праведного на земле, который бы делал добро и не грешил бы. Вообще говоря, это, конечно, очень серьёзная вещь, потому что любые наши размышления о том, чего стоит человеческий мир перед Богом, во что мы его превратили, они не могут не коснуться вот к этой точке, представлению библейскому о том, что «несть человек, як и жив будет, и не согрешит», как говорит чин исповеди, да? Нет человека, который делал бы добро и не грешил бы. Значит, для экклезиаста тем самым автоматически всё то, что хоть как-то претендует на то, чтобы быть благом, исходят только от Бога, а не от человека. И, наконец, вот в самом конце, самый последний стих седьмой главы должен быть соотнесён с вот этими его словами. Смотрите, он говорит, «Нет человека, который был бы праведным и делал бы добро и не согрешил бы в жизни своей, и чуть дальше только я нашёл, что Бог сотворил человека праведным, а люди пустились во многие помыслы». Оказывается, экклезиаст считает, что Бог-то нас сотворил праведными. Это наша ответственность, то, во что мы превращаем самих себя и свою жизнь. То, что нет человека, который делал бы добро и не грешил бы, это не Бог так придумал. Это не Бог создал нас изначально ущербными или повреждёнными и так далее. Нет, экклезиаст говорит, Бог-то всё сделал праведно, Он сотворил человека правым. А люди тут тоже трудно перевести однозначно. Это выражение «люди пустились во многие помыслы» в сущности означает, что это был наш выбор пойти путями греха, пойти путями несогласными с волей и с правдой Божьей. Вот посмотрите, какая удивительно глубокая, я бы сказал, очень христианская картина, понятная христианам, знакомая картина того, как устроен мир и человек перед Богом предстаёт вот в этих словах экклезиаста. КОНЕЦ